Всем здарова дорогие друзья, на связи как всегда я Мирон, сегодня мы вместе с вами отправляемся в казино на проекте под названием Блэк Раша и я искренне желаю вам приятного просмотра. Ну а также сразу же объявляю для вас предыдущего победителя с предыдущего ролика на 1000 рублей доната. И в этом ролике делаю для вас точно такой же розыгрыш и для участия вам нужно подписаться на меня, поставить свой лайкосик и написать свой комментарий. Итак, вот мы уже находимся в казино, давайте быстренько-быстренько прибежим за какой-нибудь стол и конечно же будем играть на огромные ставки. Баланс у меня 98 миллионов рублей, в планах конечно же сегодня сделать больше сотки это минимум, вот и я буду делать все возможное и невозможное, чтобы это сделать и получить наше заветное 100 лямов. Поиграю и снимаю для вас на сервере Калининград, это мой основной сервер, так что залетайте именно на него. Ну а также вводите мы топы в промокод хэштег Мирон, который даст вам классные бонусы, потому что уже много-много-много времени я борюсь за то, чтобы в казике поднимать баланс, а не сливать. Ну как вы видите, ребята, не очень-то сильно и получается. И давайте первая ставочка уже нам говорит о том, что давай-ка Мирон, сворачивай ты нафиг свой ролик, опука не будет, давай вали отсюда. Ну ладно, 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 сейчас постараемся сделать все максимально красиво, максимально круто и поднимем бабосики. Я очень сильно в это верю, верю и надеюсь. Так, смотрите, мы сейчас будем уже играть вчетвером и давайте я попробую тактику, которую мне посоветовал один из подписчиков, но я уже ее видимо не успею сделать, а нет, да, не успел чуть-чуть ее сделать. Короче, суть заключается в чем? Сначала мы пишем 41-ю анимку, затем резко 45-ю и в конец уже 58-ю. Попробуем, попробуем, а вдруг получится? Мы, в принципе, ничего не теряем от того, что будем сейчас пробовать. Давайте, поехали, ребята. 41-я анимочка первая, далее 45-я и в конец мы делаем 58-ю анимочку. И мы проиграли, мы уже проиграли, ребята, с вами 2 миллиона, 3 миллиона, 3 миллиона мы уже с вами проиграли, ребята. Это, это плохо, это очень плохо. Ладно, будем ставить дальше, будем ставить дальше, будем пробовать, но вообще по-хорошему нам нужно поменять стол. Нам уже с самого начала начинает не вести и у меня в планах было, если мы и проигрываем, то мы проигрываем абсолютно не весь баланс, а только 8 миллионов, чтобы у меня ровно 90 осталось. Ну не знаю, получится у нас это сегодня или нет, удержим ли мы или нет, будем очень сильно надеяться. Тем временем у нас улетает уже еще один миллион, это уже минус 4 миллиона рублей. И на самом деле, вот любому, кто играет в казино на этом моменте, я советую уходить. Да, вы проиграли 4 миллиона, но поверьте мне, вы проиграете здесь намного больше и сейчас вы увидите это на своих экранах. Сейчас попробуем здесь, если так и дальше будет продолжаться, то я буду уже переходить 100% за другой стол, потому что тут ловить абсолютно нечего. Давайте просто третью анимочку просто, ну так, от балды закинем, вот, и мы опять проиграли. Давайте еще одну ставку и переходим уже на соседний стол, потому что за этим столом нам уже точно не повезет. Недавно я узнал такую тему, что лучше на самом деле не сидеть за одним и тем же столом, если вы проигрываете, часто менять их. Вот, как, собственно, и в этом случае. 45-я анимочку, просто попробуем от балды, и мы выиграли. Мы выиграли и, ну, практически вернули наш баланс, окей, практически. Также, значит, будем сейчас продолжать делать 45-ю анимочку. Давайте, поехали. Все, ставочка пошла, начинаем. Вот еще бы выиграть 5 из 5 было бы круто, на самом деле. Если бы мы сейчас 5 из 5 выиграли, мы бы ушли отсюда уже с балансом 100 миллионов. А так нам, по-моему, немножко не хватит, или даже хватит. Сейчас посмотрим, если выиграем. Мы выиграли, и бабам, чуть-чуть не хватает до 100 миллионов рублей, и я уже вижу ваши мысли в голове. Вы думаете, блин, ну, надо добить 100 лямчиков, надо добить 100 лямчиков. Но, ребят, нет, к сожалению, это немножечко не так работает. На таком моменте уже нужно уходить. Мы уже в плюсе на миллион рублей были. Теперь мы, опять же, в нуле. Ну, мы в плюсе там на 500 тысяч, по-моему. На 500 тысяч это очень мало. Руки не принимайте никогда, нафиг это надо, ребята. Сейчас очень много, я не побоюсь этого слова подсосов, в казино, которые кидают руки. И даже если вы его руку не приняли, они говорят, дай чай. Ну, типа, come on. Проиграли еще одну ставку. Ну, ребят, 5 из 5. 5 из 5 забрали 2 подряд. Это 5 из 5 и 4 из 5. Мы забрали, нормально. Вот следующая ставка 5 из 5 было бы очень круто забрать. Вот видите, вот опять руки кидают. Так, давайте 57-ю какую-нибудь просто вот так, бац, от балды кинем. Вот сейчас видите, спотиков один выигрывает. Один спотиков. И так будет, если вы встанете за стол, и вы начинаете выигрывать все ставки подряд, вы отсюда уйдете 100% плюс, и просто главное вовремя остановиться. Вот сейчас мы опять начинаем проигрывать. Сейчас мы уже опять в минусе, большом таком. Давайте 70-я анимочка на третий. Бац, вот так вот, ребята. Вот так вот, ребята. Так, давайте подготовим, ребята. 48-я анимочка. Буду ставить ее на 8 секунде. Буду ставить ее на 8 секунде. Тоже вроде как рабочая анимка. Она мне помогала очень сильно. Вот сейчас мы и пробуем. Мы играем 4 из 5. Спотиков уже ушел. Так что шанс победы сейчас, скорее всего, на моей стороне. Нет. Сейчас шанс победы на стороне Яросула. Он тоже ушел. Заходит Алексей. Значит, скорее всего, сейчас выиграю я. Ну, просто уже иначе не вижу варианта. Либо Алексей выиграет, который только что зашел. Либо выиграю я. Либо выиграю я. Блин, вот меня все спрашивают, когда путь бомжа. Ребята, блин, я не знаю, когда он будет. Я не знаю. Многие говорят, многие хотят его. Но, блин... Блин, не знаю. Давайте просто пятого анимочку так бэп. Вот, я же говорю. Либо я, либо Алексей, который только что зашел за стол. Вот сейчас уже, скорее всего, выиграю точно я. Но я опять хочу, типа, пять из пяти выиграть. Просто ждем сейчас, кто кинет плюсик. Потому что один на один с кем-то играть. Что-то как будто мне не хочется. Втроем. Отлично. Еще один. Еще один человек. Хотя бы один в четыре сейчас нужно выиграть. Ну, давай. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, а, уже началась ставка. Я даже не заметил. Так, ну, давай просто вторую анимку. И за нем усам. И все. Бац. Вот, я же говорю, ребята. Сейчас, скорее всего, следующую... Либо я проиграю, и через еще одну ставку я выиграю. Либо я сейчас буду выигрывать там несколько штук подряд. Типа, ну, штук пять, возможно, можно забрать, конечно, подряд. Но это при том условии, что сейчас люди не будут на столе меняться. То есть, если будут играть одни и те же, то, скорее всего, мы выиграем. Сейчас мы это и проверим. Ну, вот мы один на один, я так понял, сейчас будем играть. И вот один на один уже очень неинтересно. Я проиграл намного больше. Мне нужно бэкать намного больше. Но, к сожалению, игра запустилась на один на один, к сожалению. Ладно, ладно, что поделать. 880 плюс о нем. А, нет? Ну, вот я и говорю, ребята. Сейчас еще не хватало мне ему проиграть. Вот будет обидно, реально, если сейчас я ему все это проиграю. Будет вообще не круто. Будет вообще не круто. Ну, давай, пожалуйста, нам нужно 100 лямов. 100 лямов довести аккуратненько. Аккуратненько. 100 лямчиков. Никуда не торопимся. Аккуратненько играем. Давай. Вот. Блин, ну, опять один на один играем. Серьезно, что ли? Давай 67-ую анимку на пятую нашу старую добрую любимую. Давай. Бац. Вот сейчас выиграл я. Блин, ну, нам так-то камбэкнуть осталось немного. Но я не буду играть сейчас один на один. Я хочу сыграть минимум втроем. То есть минимум втроем. Это топчик. Мирона третий стол. Любой ставка твой. Верим. Так. Ну, и чё? Никто не будет ставить? Серьезно? Так, пошла следующая ставка. Мне пришлось выйти за стол. Пойти за другой. Но там тоже никто не встал. Короче, вернулся я за этот. И тут хотя бы один на один. Без анимок, без всего забираем эту ставочку. Да на самом деле, ребят, вот честно вам признаюсь. Вот все вот эти анимки, они, ну, ну, возможно, они как-то и помогают. Но это, скорее всего, более суеверность, что ли, какая-то, нежели на самом деле какая-то правда, за счёт которой вы можете поднять бабла. Ну, не знаю, не знаю, просто выгодно вовремя встать за стол, когда у тебя высокий шанс победы, и ты будешь забирать каждую ставку даже без анимок. Вот сейчас я ничего не делаю, вообще никакую ставку не прижимая и забираю бабло. Понимаете, ребят? Если вам так проще, если вам так легче, и вы верите в это, в то, что вот вы поставили анимочку, и вы забираете бабло, пожалуйста, я тоже так же делаю. Потому что я не то что суеверный, я знаю, что вам это нравится, и вам, ну, типа, интереснее на это смотреть. Именно поэтому я и ставлю так. И буду ставить так же дальше. Вот. Но на самом деле просто выгодно встать за стол, и вы будете забирать, сметать все ставки подряд. Просто главное вовремя уйти. Если вы вовремя не уйдёте, то это будет печально. Это будет очень печально. Так, сейчас мы, скорее всего, будем уже играть втроём, потому что ещё Яросул 100% поставит. Или Яросул, как правильно? Вот. И всё. Вот сейчас мы будем играть втроём. Всё, я даже не буду ничего трогать, не буду менять ни анимочки, ничего, ни таймы, ничего не надо. Просто спокойно стоим. И проигрываем эту ставку, выигрывает Асад. Ну, он только что залетел, поставил первую ставку, поэтому, возможно, сейчас ему даже, ну, нормально должно залететь. Но посмотрим, посмотрим. Блин, моя задача прямо сейчас, моя задача прямо сейчас, это поднять, конечно же, 100 лямов. Пожалуйста, 100 лямов не за горами, реально. Всё, отлично. Отлично. Всё, мы, грубо говоря, находимся сейчас в нуле. С первоначального баланса мы в минусе на 300 тысяч. Это особо не огромная сумма, не подъёмная, да. Вот, будем пытаться, будем стараться сейчас. Вот сейчас, если эту ставочку видим, будет вообще топ, понимаете? Будет вообще круто, тень просто. Давай. Оп. Нет, вот это мы проиграли, ребята. Оно так обычно и бывает. Вот такой, блин, вот, последней ставкой. Я сейчас, если добью, я выиграю деньги, и будет вообще топово. На самом деле, это же работает не так. Давайте 42-ю анимку. Мне очень нравится 42-я анимка. Я её ставлю и сразу выигрываю. Но, как я уже говорил, скорее всего, это более суеверно. Так. Опа. Всё, ребята. Ну, вот, реально. Вот сейчас, вот сейчас нам нужна последняя ставка. Нет, не надо мне кидать руки. Пожалуйста, я вас умоляю, ребята. Нет, нельзя руку. Нельзя руку. Нет, ребята. Нет, нет, нет. Успокойтесь, пожалуйста, я вас умоляю. И всё, давай. Давай, заключительное. Заключительное чисто. Бац! Нет, я проиграл. Ну, вот оно так и бывает. Это закон подлости, ребята, называется. Это называется закон подлости. Ну и, конечно же, у вас шанс победы в Казинаке. В казинаке Так Все, ставочка пошла Давай сейчас просто никакую анимочку не буду ставить Буду просто спокойно сидеть и все И все, спокойненько сидим и возможно выиграем Нет, зашел новый челик Дуат, олигарх У которого, скорее всего, шанс победы выше И сейчас мы можем слить абсолютно все бабло Да, обидно, обидно А мы были вот там 300 тысяч нам, по-моему Да, не хватало до 100 миллионов И я стал просто дальше играть Ладно, давайте руку попробую пожать Фиг с ним, хорошо И мы выиграли, кстати, нормально Нормально Вот из-за того, что они жмут руку, они просят чай Это какой-то прикол, что ли Ну вот, я не знаю Раньше даже если дилер попросит чай, давали бан за это Если кто-то помнит, вот из старичков, которые Играли уже там 2 года назад, да Они должны это помнить по-любому Вот сейчас мы опять проиграли Опять мы в минусе Хотя мы только что были в нуле Так, ладно, давайте, сейчас мы тоже будем ставить ставку Но уже поставим последними Потому что говорят, что если ты ставишь ставку последним То твой шанс увеличивается Все, мы ставим ставку сейчас последним четвертым Я надеюсь пятый не поставим Ой-ой-ой, руку отменил случайно Ну ладно Давайте, ладно Просто 42 анимка, ничего страшного Блин, вот если бы я сейчас выиграл Я бы мог уходить отсюда уже просто со спокойной душой Давайте, ладно Ластовая ставочка Не буду долго засиживаться Да-да, нет-нет В общем, принцип казино я вам объяснил Я думаю, вы поняли В общем, самое главное запомните Встаете за столик Если вы встали за столик И начинаете проигрывать Две-три ставки подряд Уходите Нечего тут ловить Если же вы через какое-то время возвращаете Ставите И вам начинает залетать Поиграйте Чуть-чуть поднимите Но уже уходите То есть засиживаться 100% вам не нужно Ну и конечно же, ребят Конечно же Не играйте ни в казик Ни в конты Не открывайте Это вам нафиг не нужно На самом-то деле Казино всегда в плюсе Если вы будете играть Играйте на свободные бабки Которые вам не жалко потерять И не жалко с ними расстаться Но казик просто по-другому не работает Вы играете И даже если вам лишние бабки И уже потом подтягиваются Бабки нужные Слив имущие Уход из игры В общем, не мне вам рассказывать Чем это все заканчивается Поэтому в этом плане Будьте максимально предосторожны И аккуратны Продолжение следует...